МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Татьяна Молокова. Серьезное ЧП сегодня парализовало движение в центре столицы. Причиной тому стал серьезный пожар на рынке ярмарка. Полицейские ЕБДД оцепили район. В городе образовались серьезные пробки. Многим пришлось идти до места работы пешком. Все подробности случившегося в репортаже Дмитрия Ковалева. С раннего утра у торгового комплекса выставили плотные полицейские кордоны. Из-за ЧП работа ярмарки была приостановлена. Поначалу к павильонам не подпускали даже их владельцев. Возгорание произошло в зоне, где продаются промышленные товары. Пожару присвоили высший класс опасности. Вот такие снимки были опубликованы утром на интернет-форумах. Столб дыма заметили даже те, кто проживает на окраине города. Горит рынок ярмарка со стороны контейнеров. Огонь сильный. Много дыма. К месту ЧП были стянуты порядка десяти пожарных машин. Тушить огонь приходилось не только водой, но и специальной пеной. Поначалу подобраться к контейнерам было невозможно. Внутри взрывались банки с красками. Вообще, говорят очевидцы, здесь хранилось огромное количество горючих и строительных материалов. Сложность заключалась в том, что торговые контейнеры металлические. Естественно, они были закрыты. Есть торговые контейнеры с бытовой химией, с горючими материалами, химией, лакокраской. Пламя разгоралось стремительно. Площадь пожара превысила 300 квадратных метров. Ликвидировать огонь удалось только спустя час. Было уничтожено семь контейнеров. Удалось не допустить распространения огня на все контейнеры. Пожар был ликвидирован в том объеме, в котором был принят на момент прибытия первых пожарных подразделений. Ущерб еще предстоит подсчитать, но уже очевидно, что счет пойдет на миллионы. Очевидцы говорят, что один из предпринимателей здесь торговал дорогостоящей техникой. Контейнеры и все, что хранилось в них, было сожжено дотла. Предварительная версия – замыкание электропроводки. Конкретные выводы сделают позже, когда свою работу завершат эксперты пожарной лаборатории. А после в МЧС намерены проверить, соблюдают ли их требования другие предприниматели. Медриковалев и Расиль Мухаммедов. Республика. Председатель кабинета министров Чувашии проинспектировал ход строительства Центра развития Маутинбайка. Его открытие намечено на следующий год. Уложатся ли подрядчики в эти сроки? Какие проблемы у них возникают? В нашем следующем репортаже. Пока позволяет погода, у будущего Центра Маутинбайка начали обустраивать площадки для парковки машин. На счету подрядчиков каждый час работы необходимо завершить до снегопадов. Тротуары и проезды к Центру планируют проложить в следующем году. Здесь уже завершают обустройство кровли, монтаж окон и инженерных сетей. Но подрядчики все же выбиваются из намеченного графика, забуксовали отделочные работы. Их возможно возобновить только после подачи тепла. Пять дней сейчас на оформление документации, пять дней на подачу. Все. Надо помочь им тоже. Поможем. Документацию дадут, поможем, продвинемся. Тепло на строительную площадку должны подать до конца этой недели, отметил Иван Моторин. Необходимо ускорить работы по отделке фасада. Хотели, по-моему, еще летом все закрыть и договаривались, так скажем, что внутренние останутся. Будем смотреть по уточнению бюджета. Фасадчики подвели нас немножко, конечно. Немножко, конечно. Сильно подвели. Мы вот в прошлый раз и сюда приглашали, и сегодня вроде приглашали. Что-то подводят они нас. Деньги не платят еще. Деньги они еще не отработали, те, которые мы им дали еще. Надо гонять на объект. Что так такое? Завозить мебель и устанавливать необходимые тренажеры здесь планируют начать уже в этом году. Для спортсмена в будущем центре обустраивают современную велотрассу, бассейн и спортивный зал и комнаты отдыха. В течение месяца мы по красочной работе тоже все завершаем. Все оборудование установлено. По вентиляции все оборудование у нас завезено, установлено. То есть у вентиляционщиков там работы, может быть, осталось на 2-3 недели. Это максимум тоже. С финансированием у подрядчиков проблем не возникает. Только в этом году на строительство центра маунтинбайка из бюджета было выделено более 75 миллионов рублей. Отделочную работу практически мы должны завершить до конца этого года. И вообще, по словам строительства, строители обещают, что достроят и что мы переедем к лету следующего года. На этот центр спортсмены возлагают большие надежды. Возможности для тренировок в таких условиях есть далеко не в каждом регионе. Новая база даст импульс развитию велоспорта в республике и подготовке чемпионов. Медрик Валев и Игорь Зверев. Республика. Поддержка сельского хозяйства – одно из приоритетных направлений экономического развития страны. В районах республики ежегодно появляются новые животноводческие и растениеводческие хозяйства. Наши корреспонденты побывали на открытии телятника на молочно-товарной ферме в Янтиковском районе. На ферме предпринимателя Сергея Иларионова трудится всего 15 человек, в том числе и члены семьи. Но даже при таком небольшом трудовом коллективе удается получать прибыль. Ежегодно здесь производится более тысячи тонн молока. Использование современных технологий, сотрудничество с учеными Чувашского государственного университета, строгий распорядок работы – это и помогает расширять кахозно-фермерское хозяйство. Хозяйство Иларионова Сергея Разиновича, где мы сегодня находимся, оно одно из образцовых, где как раз то, что мы хотим добиться, вся продукция от поля до прилавка, вся организация, работа организована именно так, как должно быть. Сегодня, благодаря вот таким вот руководителям, благодаря вот этим действующим программам государственным, на селе появляется возможность найти достойную работу. Именно молоко с фермы Иларионова впервые поступило на продажу в молокоматах. Таким образом, на ферме действует замкнутый цикл производства – от заготовки кормов до реализации молока. Со дня открытия фермы за три года поголовье скота увеличилось втрое. Новый телятник рассчитан на 164 коровы. В общей сложности количество скота мест превысило 700. Но такие успехи лишь стимулируют предпринимателя. В планах дальнейшее расширение хозяйства. Екатерина Куприна, Игорь Сверев, Республика. Доступное и комфортное жилье гражданам России. Этот национальный проект реализуется еще с 2005 года. В этом году ключи от своего собственного дома получила семья Ивановых с Ядринского района. Кухня, кабинет, душевая, общий холл, а также три спальни и гостиная. Все это теперь в распоряжении семьи Ивановых. Конечно, хорошо, когда программа как многодетным дает дом. Условия все есть. Туалет дома, душ, погреб есть еще. Можно жить. Все условия есть. Как в деревне, как в сказочном доме, мне с первого вида понравилось. Я очень рада за семью сестры. Я очень обрадовалась, что они такой дом получили. В этом доме жить, конечно, замечательно, как в сказке все условия. Новое жилье стало больше на 20 квадратных метров. Теперь в распоряжении семьи большой двухэтажный деревянный дом. Особенно рады новоселью дети. Что касается денежных средств на его приобретение, то они были выделены из республиканского бюджета. В этом году, согласно программе, семья Ивановых из ювановского поселения получил дом на солидную сумму. Сумму почти полтора миллиона. Более 77 квадратных метров. Пять детишек у них. Всего же в Ядринском районе 14 семей, где воспитывается более пяти детей. И все они в будущем могут улучшить свои жилищные условия. Юлия Важинина, Татьяна Раевская, Сергей Рябчиков, Республика. Малышей не обижать поется в одной известной песне. Учительница начальных классов из Вурнарского района, судя по всему, и сама не выучила эти истины. Своих учеников она била указкой. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы видео не попало в правоохранительные органы. На видео разгневанный педагог раздает тумаки и пощечины. И это только один инцидент. Следователи выяснили, восьмилетнего ученика первого класса она неоднократно била указкой, ключом от замка, обзывала. Несмотря на доказательства, вину свою учительница не признала. Приговором суда женщине назначено наказание в виде трех лет семи месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком два с половиной года, пока приговор суда не вступил в законную силу. Директор школы, который допустил в своем учебном заведении такое, получил выговор. Свет, камера, мотор. В Чебоксарах прошел первый всечувашский кинофестиваль «Азам». 15 номинаций, 11 кинолент. Кто получил самую желанную награду «Лучший фильм» и собрал больше всех статуэток, узнали мои коллеги. В течение недели шел показ конкурсных фильмов. Все работы чувашских режиссеров. Жанры разнообразны. Это мелодрамы, комедии, драмы и даже документалистика. Представлены как полнометражные, так и короткометражные картины. Лучшим анимационным фильмом стал «Чуваш Синджи». В коротком метре не было равных по обращению Константина Ефремова. А лучшим художественным фильмом признали дебютную работу режиссера Евгения Герасимова Егор Шилов. Спасибо вам, люди, которые смотрели, которые смогли оценить нашу работу. Работа, которая сделана от души, работа, которая сделана для нашего зрителя, прежде всего для зрителя. И очень приятно, что в нашей стране возрождается такой момент, как из критиков мы превращаемся в зрители. Чувашский блокбастер собрал и другие престижные награды. Лучшая женская и мужская роль, а также лучшая роль второго плана. Еще одним фильмом, который завоевал признание и получил гран-при фестиваля, стал «Харло». В номинации «Лучшая художественная постановка» победила документальная лента «Чувашские амазонки». Было работать весело, интересно, помогали люди. Чуваша вообще открытая очень нация, очень доброжелательная. Эмоции зашкаливают. Это был замечательный фестиваль, я была рада принять участие в нем. Супер. Первый блин не оказался кому. Фестиваль показал, что местный кинематограф способен на многое. В планах сценаристов новые идеи и новые мысли. Это будущее нашего народа. Через кино, через фильмы мы будем доводить до сердец каждого гражданина нашей республики. Расскажем об истории нашей родины, о наших потомках, о наших успешных делах. И я думаю, успех гарантирован. Кинофестиваль планируют сделать традиционным, а географию показа расширить. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика. Это все, что мы хотели вам рассказать днем. Итоги дня подведем в вечернем выпуске программы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин